Собственно, вот перед вами вариант публикации. Как они были опубликованы вещи. На самом деле, рисунки, конечно, неплохо исполнены, но при ближайшем рассмотрении сейчас мы бы, например, по-другому эти вещи в публикациях подали. Здесь на этом рисунке, в частности, часть материалов, особенно, видите, середку определенной эпохи поздней бронзы, но явно попадают предметы и железного века. Вверху есть нож эпохи поздней бронзы, а вот это орудие слева-справа внизу, трудно сказать, с валиком, может быть, позднебронзовое тоже, так сказать, орудие типа дисфагола, атака, что-то такое. Ну, самое интересное, вот с моей точки зрения, предметы, собственно, эпохи ранней бронзы или медного века, ну, по крайней мере, в этом смотрятся реплики орудий, которые мы можем увидеть там в кабанских древностях, в каких-то аналитических степных причерноморских и даже балканских. Ну, во всяком случае, это вот тот горизонт, который мы определяем в Умельнице, Триполье, вот, ну, отчасти майкоп, то есть это вот самые ранние, если говорить об эпохе ранней металлов, самые ранние медные орудия, которые есть в этой коллекции. К сожалению, здесь вот сверху обычно подписано из какого региона, вот здесь вот сейчас будут кубанские вещи, ну, то есть там в Айкшойце не было указано, там, когда было куплено, но были указания на регион, где... К сожалению, нет пункта. И сразу от ранней бронзы, вот мы переходим к эпохе поздней бронзы, вы видите фотографии этой серпы, которые со времен ЕС, она принято называть серпы прикубанского типа, материалы прикубанского чага металобработки, их целая серия. Вполне возможно, из какого-то оклада, как бы, вот серия этих серпов происходит и попала в коллекцию Зичи. Продолжение поздней бронзы, хотя, скажем, я не вполне уверен, вот этот топор, который слева, может быть, он вообще переходный к началу железа, это вот, Александр Юрьевич, вам, наверное, лучше как бы здесь пояснить. Что такое? Фигурное или что это? Нет, смятая. Смятая? Смятая втулка, да. А, понял. Да, смятая втулка. И копье, которое вот в середине, оно тоже, на самом деле, может быть, не позднебронзовое, ну, вот, или раннемиотские копии, или вот на Кавказе ходят бронзовое железо. Вы знаете, копье похоже на кемерийской эпохе. Да, да, да. Полнее, если там отверстие есть еще в основании копья, то два отверстия, то это вообще... Да. Я не вижу просто, есть там они или нет. Линьяр дает серию, да. Да. Прежде всего, как раз, вот, у топора надо смотреть все-таки, хотя по одному клину без втулки хорошо выражено, здесь довольно трудно судить, но на самом деле подберутся, я думаю, да. Топор, я думаю, что топор, конечно, Кабалского. Да, конечно. Конечно, да. Вопрос, конечно, какое у него сечение втулки. Скорее всего, если она смятая, то сложно ее видеть. Здесь смотреть надо на валики, которые... Скорее всего, она аварийная. На валики надо смотреть по морфологическим каким-то деталям, может быть, валики не помогут здесь инфицировать. Ну, и справа нож, видимо, эпохи позднебронзового, он медный, бронзовый. А вот у Капиа, видите, там вот вверху есть валики. Это тоже, как бы, вот такой морфологический признак вот этих копий на переход от бронза к железу, как раз, видимо, вот в Кемерийске время. Но есть и в Закавказье такие копии. Есть, конечно. Ну, вот здесь эти кельты записаны как кубанские, но у меня большое сомнение, я Марине высказывал, что, может быть, сюда в коллекцию попали вещи Балканокарпатские. Потому что эти кельты определенно смотрятся как вот Гольштадтского горизонта. Анатолий Робертович, что скажете? Закавказские не примете эти орудия? Это пусть принимает Александр Юрьевич насчет Закавказского. Нет, они, ну как, они не северокавказские, по-моему, точно. Нет, мы и говорим, что Балканокарпатский, скорее всего. Но еще, знаете, вот в чернолесской культуре узкие есть, такие как левый самый, вот такие узкие длинные. Самое западное орудие именно вот чернолеские. То есть это средний Днепр, следовательно. Да, вот это вот то, что, так сказать, вот самый левый такой узенький, так сказать, если там еще. А насчет Кавказского не знаю. Кавказская это пусть и Сан-Юльска. Кубань никак не пахнет здесь. Это вот то, что записано как Кубань, видимо, или куплено в другом месте. Или купили на Кубани от кого-то, от людей, которые это купили где-то в другом месте, как-то попали к какому-то коллекционеру, перекупщику. Ну вот тогда, Сергей Владимирович, у меня вопрос, чтобы уже от этой темы не уходить. Вы самый первый топор показали. Он вообще гумельницкий, по-моему. Просто, я не знаю, он, по-моему, майкопский быть не может никак. Вот самый-самый первый. Скорее всего, гумельница, да, да. Вот, но как он вообще там оказался на Кубани? Это как? Ну, тоже сложный вопрос, так сказать. Потому что в коллекцию могли попасть вещи, которые к Кавказу отношения не имеют абсолютно. Они и на более поздних вещах этой ситуации будут проявляться. Это так называемый топор-молоток, один из трех элементов в Балкан-Карпатском, в Греческой провинции. Через Хвалынскую или эту? Нет, нет, нет. В Хвалынске там вообще этих орудий нет и, видимо, не будет. А в среднем стоге не может быть вот такой? Там элементарные украшения какие-то. Ну, понятно. Там водка зачаточная, на самом деле. Поэтому это, конечно, мощнейшие очаги Балкана-Карпатские. Только там эти орудия как бы вот появились. Может быть, вам уже взять слово, Володя и Саша? Да, хорошо. Потому что это вам гораздо ближе, как бы, вот эти предметы. Да, я к нему не обратил, конечно. Я думаю, что написано, опять же, о происхождении написано, что это с Кубани, да? Ну, с Кубани это быть не может никак, как класс просто. Потому что это пряжка бештинского типа, это Дагестан, причем узкий довольно регион Дагестана. Определенно очень узкий регион. Очень узкий регион Дагестана. Нигде за пределами этого региона такие пряжки не встречаются. Это узкий регион и узкое время довольно. Ранее Средневековье, но это по Атаеву на самом деле эти вещи имеют более… Да, более ранее. Границы, да. Они уходят в пятый век. Ну, нижняя граница в пятый век. Наши эры. Да. Это ранее Средневековье? Ранее Средневековье. Да. Восходит та же самая история, что пряжки, ажурные пряжки, которые имеют дату, условно говоря, второй до третей нашей, но они уходят в Корнееве более раннее время. То есть то же самое. То есть корни более ранние, а так вот традиция живет. То есть в Кубани быть не может как класс просто вообще. Ну, вот повторение ситуации, так сказать, когда записаны вещи одним регионом, а на самом деле… А мотивы, в принципе, достаточно традиционные, да? Мотивы традиционные для искусства в Восточном Кавказском в числе. И потом эти мотивы, кстати, не только Восточного, это ранее Кавказа тоже. То есть они довольно традиционные, они живут долго, эти мотивы. Но в таком вот соотношении, в таком сочетании с таким вот декором и так далее, это очень русский регион, да? А так можно идти дальше по Кубачах, как и мотивы, это самое, каменная резьба, пожалуйста. До 19-го века, начала 20-го. Кубачинская резьба там более ранней, конечно, имеется в виду. Каменная резьба. Да. Володя, это тебе в руки. Да, это сарматское время, собственно говоря. Судя по морфологии сосуда, это орнаментики, это все-таки Кубань, скорее всего. Ага. Это не Центральный Кавказ. То есть это… Но именно сарматы к миотам близко не лежат, да? Ну, это, собственно говоря, распроизводили эту керамику миоты. Ага. То есть это не, собственно, сармат. Его бы, конечно, потрогать руками, чтобы антрепатировать. Да, понятно. Но в целом это, я думаю, что Орнамен Кубань, это не Центральный Кавказ. Это вещи, которые получили распространение в последние века до нашей эры. Буквально вот… В начале. Да. И в начале нашей эры могли быть. Но вещь достаточно индивидуальная, так скажем. Общая ассоциация относительно морфологии сосуда, оформления, заморчанное оформление верхних рельефов. А вот по орнаменту есть стопроцентное повторение, как бы, нет, да? Нет, он довольно широко. Он не специфичен. И такое ощущение, что сансов хорошо лощеный, а ручка плохо лощеная. Да. А вот это грубо. А может, это лощение облетело. Ну, как странно. Тем более, на круге проще обрабатывать само, а потом лететь ручка. Ручка-то отдельно, как бы, все-таки. Да. И уже вручную. Обычную лощину. И челось лощи-то. Так. Анатолий Робертович, вам, наверное, карты в руки, вот вверху, слева. Покольчик-то с киевской эпохи, вполне. А вот это самое, у дела с этими кольцами, они могут быть и с армадской, в принципе, эпохи. Да. На сто процентов. Володя тут, наверное, подскажет. В армадское время узкой даты не имеют. К сожалению, в коллекции бронзовых удил, эпохи с киевской, к сожалению, нет. А колокольчик, ну да, века пятого, может быть. Он, причем, не единственный, их несколько. Вполне возможно, из какого-то погребального комплекса. Зеркала, да? Да. С армадского времени и какие-то могут уходить. Начало эпохи переселения. Вот это вот крупное зеркало. На булавке. Булавки районные, булавки портковальные. Булавки, их пока, по крайней мере, еще не в коллекции не нашли. Их в каталоге еще не выложили, фотографий нет пока. Нет, сниму даже. Я прошу прощения. Она… Ризографическая иллюстрация – это тоже вещи зеркала? Да, да, да. Это все зеркало. Это публикация зеркала. Да. Ну, там зеркало имеет более широкую дату, потому что там этот звездчатый декор, он появляется только с пятого века на зеркалах. Ну, и существует век по седьмой, то есть. А вот это, Володя, говоришь, правое зеркало уже в ранней среднику… Я думаю, что оно где-то вот четвертый, такой вот хороший четвертый, скорее… Ну, в гуннское время. Гуннское время. Вот это правое… Правое крупное, да. Да. Левее его зеркало – это зеркала достаточно ранние. Их дата 1-1-2 века – зеркала подвески с боковым боком и коническим выступом на обратной стороне. Зеркало самое левое – там непонятно. Если там орнамент, то это зеркало тоже, так сказать… Ну, в соседнем… Ну, среднесармадское, Володь… Нет. Среднесармадское – то, которое с умбоновидным. Если орнамент – это уже в позднесармадское время. Нет. Вот умбон в середине с умбоновидным выступом. Это в среднесармадское время, да. Первый – первая половина второго. Они даже есть во второй половине второго. У меня есть подборка комплексов, когда они выходят в орнаменте во втором времени, но их пик распространения – это первый – первый половина второго. Левое зеркало – там не понятно, сам орнамент или нет. Левое зеркало. Или оно просто лежит с оборотной стороной. Оно лежит лицевой стороной, правильно. А, понятно. Левое – это просто оборотная сторона. Ну, тогда его атрибуция затруднена. Оно может быть и ту же топологическую группу, и более позднее, с орнаментацией обратной стороны. В этом случае оно будет иметь дату. Второй – первый, третий. Ну, булавки снимаются понятны. Это первая половина второго числителя нашей эры. Это в самом же середине, на верхнем уровне. Да, да, да. Три булавки. Да, да, да. Ну, булавок, к сожалению, пока дадим. А давайте копать, копать, копать. Нет, так они в коллекции. Просто фотографии не отсняты, не выложены. Да, да, да. Я думаю, что там в районе тысячи предметов, из них большая часть, как раз, там, из кавказских этих поездок. Вот. Но что в каких ящиках лежит, неизвестно. То есть, что вышли твои герои. Очень редкие. Очень редкие. Марина Евгеньевна, а где все это лежит? Это все в музее Ференса Хоппо в Будапеште. А, это там лежит. Да. И, соответственно, сейчас создан интернет-портал трехъязычный. Пока выложили только сибирские вещи. Но обещают, что в течение недели выложат ту часть кавказских вещей, о которой мы сейчас речь ведем. Ну, соответственно, в 2021 году еще часть коллекции планируется сделать. Но, в целом, за три года, которые мы сейчас этот грант делаем, вряд ли получится все сделать. Мы будем надеяться, что хоть чего-то получится. И, может быть, дальше все-таки получится продолжать эту работу. Потому что там, конечно, есть интересные вещи. Спасибо. Володя, повторение есть с этим вещам? Нет. Это уникальный образец с изображением, видимо, оленей по кругу. С одной стороны, вот этот вот морфологический принцип, бутоническое расширение в центре. Он связан с зеркалами Средне-Сарманского времени. Но орнаментация обратной стороны намекает уже на более поздние даты. Я бы сказал, что это какой-то переход, потому что есть такие зеркала в небольшом количестве на центральном Кавказе с другим орнаментом. Литой крестообразный знак, нижний джулат и чиген. То есть я бы сказал, что это какая-нибудь там первая половина середина второго, когда начинается переоформление. Две оленя, а два не оленя. Ну, может быть, не оленя в данном случае. Ну, в данном случае то, что звери здесь, это хорошо, что для предгория, вряд ли для открытой степи, или как, на ваш взгляд? Вопрос не открытой степи, это где их производили зеркала, производили производственные центры Северного Кавказа, они сами с Армакой сливали. Собственно говоря, это их продукция местного населения. Ну, если продукция местного населения, то не случайно может быть местная фауна, а не где-то как бы на Нижней Волге, в общем, в полпустынных или вообще открытых степных пространствах. Или здесь роли не играет, куда оно попало? Оно могло попасть куда угодно, потому что они построили продукцию в степи. То есть зеркала с коническим расширением считают, что они в Виноградах писали, Майя Павла писал, что они производиться могли на Кавказе, в производственной центре. А потом уже поступали в степи. Ну, пока вот фотографии лучшего качества нет. Дело в том, что в прошлом году не получилось поэты в Винограде, но, соответственно, там нет. Пока лучшего качества не было, но надеемся, что вы делаете в Виноградах. Вот это все железное сбро, железное конскурсное движение. Володя, Саша, ну это по вашей степени. В Средневековье там эти вот, скажем, стремена как бы явно совершенно позднее. Конец 8-го, 9-го, салфовское время. Ну, не совершенно позднее. Но, в общем, это Средневековье. Ну, насчет копий я не уверен. Ну, знал. Да, копий архан, конечно. Конечно. Вы знаете, там правое верхнее вообще как кельтское копье, кстати. Да, у дела 5-го века. Копье левое верхнее, да? Да, левое. Копье правое верхнее. Правое верхнее с пламевидным лезвием, как латенское копье. Правое, кавказское, хорошее копье. Такие есть. Да? Оно, то есть, именно такое, с кривым. Невидное первое, да, нормально. Это кавказовидные динозавки. Кабанское время. Кабанское отецкое. Кабанского времени, да, Саш? Конечно. Ранний эллинизм, может быть. Восьмой век примерно. Это правое верхнее, вот, да? Ну, да. Понятно. А эти два хуже видны, но тоже скорее они ранние. Вот пировидная тряшка, она может быть седьмого где-то. Да, это скорее всего средневековая. Вот. И булава, она может быть, в принципе… Наверху. Да, наверху. Со стопером это, да? Да. Со стопером, в принципе, вот сейчас Рашид Мамаев об этом писал, они могут быть и третьего, пятого веков нашей эры. Вот. В принципе, ну, надо смотреть, потому что вот так вот… А вот этот центральный клинок? Центральный клинок – это, я думаю, с салтовского времени палаш. Ну… Палаш. То есть, это конец восьмого, девятый. Ну, его как раз пока еще, так сказать, в коллекции не обнаружили. Ну, вот его тоже нужно хорошо смотреть, потому что я не очень понимаю, что у него происходит с перекрестьем. Вот, что это вообще-то… Оно, видимо, и не железное, судя по всему. Может быть, серебряная отхладка на перекрестье совершенно спокойно. В общем, вещь очень интересная. А что Вы сказали, вот эти у дела, которые… У дела с прямыми псалями – это пятый век. Пятый век, да. Стержневин. Стержневин. Гунское время. Это гунское время. Понятно, да? Да, да. А вот эти, которые вверху дела, они все, в общем, примерно этого же времени или… Те вверху, они могут быть и пораньше. И пораньше, да. Грубы слеплены, да. Ага. Скольчатым трензелем. Да, да, да. С одной стороны, они могут быть и пораньше. А вот потом ниже… Крестовидные? Нет, нет, нет. Вот вторые. Слева ниже, там, вот, да. А, третья позиция сверху, когда, да. Вот, да. Крестовые. Нет, нет. Крестовые. Это же тоже железные, да. Железные. Крестовидные вообще ранее сарматские могут быть, вот эти вот, которые… Просто крестики одни только там, вот, с этим… С кольцами сохранившиеся. Это вообще можно… Хорошо, спасибо. Это, соответственно, там несколько стухов. Как это вляхает. Да, да, да. Ну, это все из железа, да. Там еще какие-то не очень понятные совсем детали отдельные. Но поскольку снимки совсем не хороши, то, соответственно, для рассмотреть ничего не представляется возможным. В принципе, есть все размеры, так что, если вдруг… Ну, то есть, вы интересуетесь, если там будут через некоторое время какие-то более приличные снимки, то, может быть, может быть. Так вот, к сожалению, здесь получилось, что срезалась верхняя часть. Очень темноватый этот сыл. Наверное, по керамику… Ну, это ранее средневековая керамика с коническими налетами. Собственно говоря, судя по морфологии… И по рисункам как бы… Да, 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 да. Я просто смотрю… Сосы у них… Это все ранее средневековая. И это все… Вот опять же, по морфологии, это не самое раннее, это где-то век седьмой, грубо говоря. Вот эти сосуды, то, что я знаю. Восьмой тоже может уходить. Ну, первый план восьмого. Поддержать бы в руках. А так, аналогии есть к кислородской котловине, но небольшие. Больше аналогии может встретиться в районе могильника чьи. Ну, это оланские… Да, это оланская культура. Оланская культура. Это оланская культура. Ну, здесь, к сожалению, эти сетями Налекона, они… Да, ну, просто вот… Да, к сожалению, здесь не очень хорошо видно. Там три Налекона должно быть. Три Налекона. Да. Ну, это, короче говоря, вот тех, которые здесь… Я правильно добровала эту картинку. Ничего, я думаю, что, скорее всего, все-таки числоводская половина, тогда это… Да. Опять БКМП. Валкан-Карпас, Милуриевская провинция. Это уже Майкоп. Это Майкоп. И купили в Майкопе при этом? Ну, записано, что куплено в Майкопе. Да. В реальности, может быть… И… Поскольку это уже через полтора года после поездок было, и, собственно говоря, у каким материалом, ну, как бы, территориальная привязка была. Возможно, были какие-то отчеты у графа Зичи, которые не дошли. И… Это составляли, значит, Янка Януш и Ёжик Папай. Они описывали эти коллекции. Вот. Но вот с привязкой, как бы, там, конечно, есть вопросы. Так, значит… Ну, вот слева поздняя бронза, она вполне и местная, может быть, и кубанская, как бы, это… Вообще финал бронзы уже в молчании. Сергей Иванович, у нас такой нож был в Новозаведенном в 2015 году, но позднебронзовый. Это, типа, Белозерский время. Белозерский, да. Да-да-да. Это вот так, да. А вот там бронзовый… А справа тоже бронза, но однолезвийный. Тут вот вам карты в руки. Может быть, это вообще поздняя вещь, типа, бритва. Я не знаю, что это такое, да. Для бритвы Великава что-то. Там были железные. Железные. А это бронзовый, Марина. Это бронзовый. Это бронзовый, да. Как его определить… Это ощущение, что это вообще не Кавказ. Да. Он вполне вот смотрит как раз опять Гальштадт европейский. Да-да-да. Да. Петелька, да, вот это об этом говорит такая. В конце нетипичная. И форма тоже. И потом… Потом, вот видите, там перед… У основания там… Видите там… Малитальное. Это тоже как бы намеки вот на эти самые европейские. Ну вот видите изобилие. Да. Ну… Ранних не увидите? Ранних, средних совсем? У нас близкий на самом деле шестопер происходит из могильника Алдар-Резен. Вот. Он бронзовый тоже. Вот. И Алдар-Резен в целом датирован третьим, пятым веком. Раннеоланским как бы, да? Ну да. То есть это не Аланы, это вот потомки кабанцев. Ага. Вот. Все, что от них осталось к третьему, пятому веку. Вот. И вот, по крайней мере, один мы можем датировать точно. И соответственно… Тот, который слева вверху? Нет? Нет, нет. Здесь совсем похожего нет. Вот. А, хотя… Ну вот, пожалуй, больше всего похож вот, который центральный в нижнем ряду. По рисункам, да? Да, да. Вот. Так что, строго говоря, если совсем в развитом средневековье бронзовый шестопер, так что всякое может быть. Тут можно спросить Сергея Кайнова и Рашиду Мамаева. Ну, собственно говоря, если брать булава, которая находится вторая, снизу ряд, понимаем, что слева – это снизу, справа – это сбоку. Типа, да? Я простая. Это, может быть, второй шестер для нашей эры, может быть, начало первого, может быть, Проткабань, может быть, Кабань, может быть, Закавказь до этого времени. То есть это… А вот то, что вот находится ниже, и вот то, что опять слева и справа, сверху и снизу, это тоже похоже на поздний бронзовый район Железа, но это больше похоже на Закавказье, а не на Кабань. Что не означает, что это не могло быть найдено в Сирене Кавказье. Закавказские вещи уже есть там, поэтому гарантия… То есть, если, например, бештинская пряжка у Сирене не могла быть, она была сделана там, она могла быть только там, в Дагестане, то эти вещи могли быть сделаны в Закавказье, но могли быть найдены и на Сирене Кавказье. Кроме того, надо еще вспоминать о том, что он же проезжал через Закавказье. В конце концов, какие-то вещи могли быть куплены в Закавказье, а в итоге… Теплесия. Теплесия, да, естественно. Там наверняка эти рынки вообще в то время такого рода существовали древности, а записанные в итоге как кубанские. Тем более после археологического съезда… О, интерес к этому делу вообще, так сказать… На территории Дагестана были инициированы целую серию работ археологических. Да, везде, где съезды проходили, вообще-то интерес к древностям и цена, например, вот Ананинский могильник после археологического съезда в Казани, цена этих древностей просто подскочила мгновенно, что из Ананинского могильника, что из Пеноборского, потому что интерес в местной среде он сразу вызвал всю эту историю с покупкой, продажей и так далее. Сереж, только вопрос. Вы так хором все дружим, что топор первый, бронзовый, что это гумеринец и так далее. А если, например, вспомните, Кавказье, по-моему, при Реванске клад топоры… Я помню его, да. Какие-то вещи могут… Может быть, там похожи. Но в реальности, на самом деле, горизонт один, так сказать, да, опять же, это все циркомфантисты. Может быть, какие-то вещи, действительно, закавказские и могут тянуть, так сказать, туда. Очень-очень похожи. То есть, похожи на топор, уже на это. Да. То есть, речь идет о… О первом, ты понимаешь? О самом… Вот этом, да, да, да. Нет, нет, вот здесь… А, вот здесь Майкопская. Вот этот, да, Майкопская. Вот этот, да. Вот этот, да, да, да. Хорошо. Ну вот, Александр Юрьевич, родной. А что ты скажешь? Ну, все ясно. Как гадалки не ходить. Родная Кабань. Ну, да. Но Кабань позднебронзовая или ранее железная? Ну, нет. Ну, это не ранее такое. Не ранее? Не ранее, не ранее. То есть, и ржавая все-таки? Ну, как, ну, не раньше восьмого точно, скорее. Ну, восьмой сниму их. До наших. Девятый лет быть не может. Ага. Слишком выделенная бушная часть. И эти самые грани, не грани, эти бороздки вокруг крова, нет. Да. И вот справа еще одна булава. Вот она там была, видимо, на рисунках. Да. Вот фото выглядит вот таким образом. Да, ну... Справа вторая снизу, как бы, да. Про то, что я говорил. Да, да, да. То есть, это вполне поздняя бронза, как бы, или самое начало ржавой. Скорее, поздняя бронза, да. Ну, это вот записано, как Учкулун, центральная предкавказья. Ну, это салтовское время, да. А то и позже. То есть, это век десятый, может быть. А то и даже одиннадцатый. Ну, для этого региона вполне возможно, что такое. Ну, конечно, конечно. Там же Кольцо гора, там Рин гора. Что там тут и нет. Самое время. Собственно говоря, алландская культура вот эта вот уже развита в Санкт-Петербурге. Да. Ну, и городичи с салтовского времени уже там потом появляются такие... Ну, это даже не салтовское, это постсалтовское. То есть, это вот десятый, а с десятого по, там, двенадцатый. Как-то так. Это относится очень к функционированию тех центров, как Нижний Аркутс и лесокефар. Да. Вот эти два памятника. Городичи, самая центровая, как Нижний Аркут. То есть, вот это время. То есть, это развитое Санкт-Петербурге. А, соответственно, армаментация типичная, да? Или... Нет, это уникальная века. Уникальная. Уникальная. Но они очень часто уже в Санкт-Петербурге. Армаментация не типовая, не серийная. В сарматское время там просто есть... Мастерская делала и делала, да. Тут вещи индивидуальные. А китайские зеркала, они всегда чем-то в деталях отличаются. Они не идентичны для каждой. Особенно игровые зеркала. Зеркала еще по оттиску делали. То есть, есть копии, шлепают, шлепают как-то, да. Володя. А здесь и кабанская культура, и сосуды, и алландская культура раннего этапа, или ранне-средневековая. Значит... Кабань что? Кабань, нижний ряд. Нижний ряд кабань. Я вот не знаю, тот горшок в центре, я вообще не понимаю. А вот ручка, Володя, у него, и сосы, по-моему, все-таки. Сосы, да. Да, да, сосы. Но это абсолютно не характерно для кабанской культура. Для кабань тоже не скажем. А может это вообще не Кавказ? Друзья мои, тут один сосуд несомненно кабанский, причем не ранний. А нижний ряд вообще это средняя бронза. Ага, да. А это как раз... Там есть северокавказская, да? Вверху. Не знаю, не знаю, мне кажется, что это восточный Кавказ. Но не хочу вникать в детали. Это не северокавказская культура. На рисунке... В верхнем ряду справа, это где-то седьмой, шестой, до хорошей кабань. Что-то уснул на кабань с кивкой в ряду. Значит, в центре, вверху, кувшинчик. Это оландская культура. Собственно говоря, это опять же, Котловины, Верхняя Кубань. Такие сосуды происходят в севере. Ну, это 5-6 века. Ну, собственно говоря, все. Я бы больше не стал ничего говорить. Потому что, как кружка с двойной ручкой, А вот этот кувшин, фотография справа вверху, это... Там, к сожалению, ручка. Да, там ручка. Ручка. За счет того, что... Ну, он с ручкой, да. Ну, это может быть кабань. Волон Маслов. Это кабань, может быть. Справа вверху фотография. Ну, это кабань, скорее всего, коллега. Кабань, да. Справа вверху кабань. Вот это у него такое... Тулово характерное, да, очень. И горло. Да. Горло. Да, да, да. Скажите, здесь у него совсем не видно, вот этот вот способ, например, с каким-то прочерченным органом. Что вот это может быть? Да, да. Может быть. Ну, там вот какие-то иристовидные какие-то, вот такие, кажется. Да. Ну, именно прочерченные, да. Именно прочерченные. Вот. Здесь не очень видно, чуть-чуть вот здесь вот. И у него горловина там не чисто округлая, она такая вот, как-то так сформована. Я думаю, что Мастер прав, что это, во-первых, это бронза, а во-вторых, это больше похоже на восточный галкоз. Угу. Угу. Так. Ну, сейчас пошли объединенные. Некоторые там из Краснодара, некоторые из Кубани. Вот, соответственно, здесь собраны браслеты. Вот. Вот. Они какие-то, какой-то вот этот верхний-левый, он с утолщениями какими-то. Вот что это такое может быть? Это вообще латен. Ну, левый верхний, правый верхний, это гусеничные браслеты типа латена кельтского. Как, я не пойму, как они там оказались. Лимон Анатолий Рубчатый, прошу прощения, в сарматское время на Кавказье. В ранее сарматское время есть. Какой? Правый из них, да, или как? Левый. Левый. Вот левый может быть сарматый. Левый есть, в моих раскопках. Правый тоже есть. Рубчатые есть такие, да? Да, рубчатые есть, причем это по материалам даже могут быть в Закавказье, в Гиме есть подобные материалы. Ну, на самом деле то, что вот просто здесь такая фотография, что не очень хорошо видно. Если там не утолщение, а такие скорее под квадратные выступы, такие вот, как квадратики. Тем более, если на них есть, например, кольцевидный орнамент или такой точечный орнамент, то это нормально в Западном Закавказье где-нибудь примерный ленизм. Да. Мы это тоже. Второй, первый дом купим. Ну, да. Да, ленизмистический. Ну, просто нужна нормальная рисунка или нужна нормальная фотография, чтобы было видно сбоку его. Так сложно судить. Ну, чтобы был вид на эти утолщения. Да. В принципе, прорисовка, помнится, есть его. Так что… Ну, смотря как прорисовано опять же, да, Саша. Вот, есть несколько фотографий. Ну, то есть, может быть, я тогда подойду. А вот вопрос у меня, левый браслет, левый верхний, у него окончание печати видно или он там захватен? Как он вообще соединяется? По-моему, и стыкуются, Толя. Просто стыкуются, да. Да. Там же такие расширения почти видны, и мне поэтому это напомнило. И гусичное такое состояние… Ну, они вот в стык идут. Вроде в стык идут, да. Ну, касательно нижнего, он вполне местный как раз. Вот этот… Левый тоже рубчатый, обратите внимание, он тоже рубчатый. Да, 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 да. Левый, да, правый, да. А левый, да, правый, да. А левый бы тоже, я думаю, что это где-то конец первого точнее всего нашей эры. Ну… А, вот если правый гусеничный мелкий, вот если он небольшой, такие маленькие браслетики, я знаю, сарманские, по-моему, да, есть. И, по-моему, в Гиме такие есть, да. Да, да, да. У вас там в шестом зале в витрине в этой, да, такие, понимаем, о чем речь. А нижний браслет, как он вам смотрится? Ну, там мелкий, он от бронзы может на самом деле до… Просто надо видеть первосвещение аромальное, и надо видеть, если там орнамент, какой орнамент. А он, похоже, вообще без орнамента, да. Он, может быть, мелкий совершенно спокойно, почему? Мелкий, да. От бронзы до мелков, да. Не бронзы не может быть, может быть… А почему? Вполне может быть с круглым или под овальным сечением, В степях навалом, на самом деле, да. Сечением, смотрите. Если он вообще без орнамента… Ну, сечения, похоже, что круглые, на самом деле. Нет, по-моему, оно не круглые. Не круглые, да? Площенные, да. Площенные. Площенные концы. Значит… По рисункам лучше идти тогда, да. Правый нижний угол – это… Аланская. Да. Это не позднее первой половины третьего. Это вторая половина второго, первая половина третьего. Вот, на дне – это пятый, Владимир Владимирович. Ну, да, это в дунское время. Да, может быть… А вы про рисунки, Аня, говорите, или про второе? Про рисунки. Про рисунки, да. Вот нижнее право – это, Владимир Владимирович, правильно, это где-то четвертый век, да, нашей эры? Это Аланская. Это не позднее первого половины третьего, середина третьего. Ну, понятно. Ага, я понял. Ну, золотая, скорее всего, да, такая? Или бронзовая? Это все бронзовая. Это все бронзовая. Дело в том, что у них золото тоже есть, но пока не отсняли. Там кое-чего… Говорят, это золотая, типа, шкатулка, но пока еще не отсняли. Через некоторое время только будет. Так, ну, и соответственно, вот здесь эти вот пряжки, они, ну, как бы, отсняты. Ну, лучше по рисунку, честно говоря. Здесь системновация, да. Вот, в общем, наверху правый ряд, вторая сверху. Это восьмой, наверное, девятый. Восьмой. Ну… Восьмой, без девятого. Вот, наверху сюльгама… Сюльгама, да. Сюльгама – это не ременная вверху, вот справа. Сюльгама справа. Это одежная застежка. Да. Это не ременная. Ну, она третья-четвертая здесь, на Кавказе. Бранг. Третья-четвертая. Наши. Вот. В центре, вот, с таким в виде лилии украшением на щитке. Ага. Это седьмой. А, вот так, да? Да. А… Причем вторая половина. Да, да, вторая половина седьмого. Вполне оландская вещь, да? Нет, да. Ну, это византийская. В каких словах с культурами? Вот. Над ней распределитель. Ну, тоже, наверное, седьмой, так ближе не скажу. Вот. Все, что в левом ряду, это уже такое более-менее развитое средневековье. То есть, я бы сказала, что это вообще какое-то половецкое, может быть, время. То есть, какое-нибудь одиннадцатый, двенадцатый. А то и позже. Я просто в этом времени уже не понимаю. Но там внизу фибулок, на самом деле, чуть не римского времени. Вот под номером пять. Ну, она еще была полностью покрасна. Там будет еще фибула. Просто я обрезала. Срезанная. Срезанная. Она срезанная краем. А будет на другом рисунке. На другом рисунке. А, понятно. Ну, как бы, пряжки из фибула, они на одном, на рисунке были опубликованы. А чтобы, ну, так сказать, поменьше места занимало, я срезал. Ну, вот так они смотрятся, как бы. Да, да. А вот по центру внизу, что это такое может быть? Не знаю. С выступами это самое. Не может быть ранний железный век эта штука. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Да. Нет, я не видел. Хорошо. Соответственно, здесь... Ключи. Да. Это ключи. Справа. Два ключа. Маленькое, небольшое вот это вот кольцо с, так сказать, поступающим вот этим гребнем. Ну, и, соответственно, видимо, с обломанным, что ли, кольцо ключи с левой стороны. Похоже, что вот по фотографии, похоже, что с обломанной. По прорисовке оно выглядит, как будто, ну, так сказать, завершенное. То есть ничего не интересного особо, да? Вот это фибула. Значит, единственная неопубликованная фибула – это два снимка в левом нижнем углу, и над ней вот там, соответственно, у него вот этот вот выступ, он просто заштрихован. Вот. Ну, то есть получается такой вид, как цветок. Но это не очень видно. Вот. Публикация была написана, но, судя по размерам и по всему остальному, что она была с перекрестьем. Но перекрестье, видимо, потеряно. Ну, или отломилась. Ну, короче говоря, вот публикации конкретно вот этой левой и нижней не было. Центрально – это внизу, это центральные европейские фигуры. Они изредка есть на Баспуре, Моя Павловна сделала подборку на Кавказе. И с тех пор пошли. Появляются, да, в позднем счет, например, он пякает. То есть в зонским временем. Там это бюджетного поселения, так называемое, да. Вот. То есть они попадают на Кавказ именно в эпоху переселения в зонское время. Их небольшая серия есть. Что касается остальных, слева дуговидная, видимо, шарнирная, судя по конструкции. Слева? Слева. Свастика? Нет, нет. Номер три. Номер три. Внизу. Нет, она, Володя, она пружинная, Владимир. Ты говоришь? Я не вижу там… А как, вот у нее сверху-то раз не пружина, а что это? Я подойду поближе. Да, 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 конечно. А может, это так шарнирный. Вот. Свастика – это римская тоже. Да. И свастика, и сердцевина. Да нет, здесь это не пружина. Нет, не пружина? Нет, да. Это шарнир. По-моему, это вообще овцисы. Овцисы тогда это, конечно. Ну, типа овцисы, круга. Да. Ну что, первый век нашей эры может быть? Грубо говоря, да. Первый век. Вот. Свастика – это римская брошь. То есть это какой… Я не могу точно сказать. Наверное, второй, третий. Их, видимо, не мало. Здесь все западные фибулы. Это не кавказские все фибулы. Да, я бы сказал, что их вообще нет. Я не знаю ни одной такой свастиковидной фибулы с Кавказом. Ага. Да. Да вообще из Сефи было западно. Это не… Ну, овцисы могла дойти. Она же вон до дикового городища дошла, овцисы. Значит, ты сюда могла дойти. А вот которая в правом нижнем углу, это, скажем так, вот это вот расширение, она просто бронзовая пластина. Или это что-то? Это вставка? Просто бронзовая пластина. Просто бронзовая пластина. Скорее всего, это место под вставку было. Мне кажется, что это в какое-нибудь сарматское время. Ну, в реальности, если говорить, вот надежно, местные веечки, фибулы, можно какие-то или… Местных нет. Вообще, все как бы… Нет. Все чужое. Все не местные фибулы. Может быть, может быть. Хотя местных было довольно много. Но в этой связи может вставать вопрос о том, что вообще здесь ли они куплены, так сказать, и как они попали. Тоже Марина вставит вопрос о фибулах, что они… Фонд, который в центре, может быть, это мутация местная. Потому что, честно говоря… Нет. Надо Амбраза посмотреть. Мне что-то кажется… Вот номер пять. Не было таких в Крыму все-таки, как вы думаете, в это время. Вы могли попасть оттуда на Кавказ, на Тамань куда-нибудь как-то. Вот надо посмотреть по Амбразу. По Амбразу надо посмотреть. По-моему, по Амбразу должны быть подобные конструкции. Мога заступить в Одессе или в Новороссийске. Да. Это тоже возможно. Да. Это тоже возможно, да. Скорее даже в Одессе. Скорее даже в Одессе. Да. Ну вот вам, смотрите, да. Левушка и светильник. Ну, не Кавказ, конечно. Не Кавказ. Ну, конечно. А в Кавказе не могут быть светильники? В теории все может быть везде. В Тагестане есть разные вещи хорошие античные. Но это в теории. А в практике это вряд ли. А в практике это больше похоже на Одессу. Ну, он там был, приезжал же в Одессу. Поэтому логично, что он мог там попить эти вещи. Одесса перепуталась, записалась вот так. Ну да. Айтичник проще там был здесь. Ну, потому что Маск, ну это же, смотрите на него. Ну, это Оливия из Оливии.